Первых лиц Брянской области и гостей из Республики Беларусь встречали на партизанских подворьях. Партизанский быт воссоздан в мельчайших деталях. Все гости Международного патриотического фестиваля партизанскими тропами Брянщины могли изучить историю партизанского движения на Брянской земле, прикоснуться к военным трофеям и технике. Среди экспонатов настоящий печатный станок. Таким пользовались в военные годы. Печатали документы и агит-листовки. Вместо бумаги тогда использовали бересту. Залихватскими, народными и всеми известными, любимыми военными песнями здесь на партизанской поляне зазывают подворье. Каждый из них символизирует один из районов Брянщины, где кипело партизанское движение. В военные годы песня скрашивала быт, поднимала патриотический дух. Отдельный жанр – партизанская частушка. В землянках и шалашах создавались народные творения. Партизанские отряды в Брянском крае формировались с самого начала войны. 708 дней наша область была оккупирована фашистскими войсками. В лесах действовало 139 партизанских отрядов. 60 тысяч бойцов и командиров приближали победу. Брянщина была центром партизанского движения. Я считаю, что очень значимый праздник, особенно для нашего Дядьковского района, на территории которого действовало две крупных партизанских бригады. А Дядьковская партизанская бригада была самым крупным соединением Брянской области. День партизан и подпольщиков – не просто праздник, но и урок истории, который помогает сохранить в памяти потомков великий подвиг русского солдата. Торжества продолжились открытым конкурсом патриотической песни «Партизанские костры». Своё творчество гостям подарили солисты и вокальные ансамбли из муниципальных районов и городских округов Брянской области. Елена Лыщицкая, Анатолий Чекрыгин. События. Брянский район.